Во время весенних каникул многие школы переходят на режим так называемого экономного ресурсопотребления. В качестве примера столичной власти называют Чебоксарский лицей номер 4. Там уже установлено энергосберегающее оборудование. В пустых коридорах свежо и прохладно. Пока нет школьников, администрация уменьшила потребление всех возможных ресурсов. Ежедневный контроль температуры воздуха, снижение температуры в неучебные дни и утепление окон в зимний период. Вот реки ТАН, на которых держится система энергосбережения лицея. Однако эти усилия были бы напрасными без современного терморегулирующего оборудования. Пять лет назад, понимая проблему энергосбережения, мы поставили автоматический регулятор тепла. Понятно, что уменьшаем температурный режим в каникулярное время, в выходные дни. И экономия значительная. Вот по первому году мы сэкономили от того, что нам было заложено, 300 тысяч рублей, которые потратили на ремонт крыльца. Второй год 200 тысяч рублей. В этом году на сэкономленные деньги решили заменить окна. Новые пластиковые рамы позволят еще лучше сохранять тепло в помещении. Использование энергосберегающего оборудования в школах-городах позволяет сэкономить и бюджетные средства. У нас выше 20 школ на сегодняшний момент имеют данную технологию. Анализ потребления энергоресурсов за 2015-2016 учебный год за отопительный сезон показал, что по аналогии с предыдущим годом у нас идет снижение потребления энергоресурсов в среднем на 6%. Мы считаем, что данное направление является очень актуальным, востребованным. И ставим перед собой задачу, чтобы в ближайшие три года оснастить все школы города Чебоксара необходимым оборудованием. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.